Робототехника, балет, вокал, картинг, студия моды и дизайна, театральное искусство, программирование, спортивные танцы, школы раннего развития, спортивные секции. От обилия занятий в городе разбегаются глаза. Найти хобби по душе или серьезное увлечение смогут как малыши, так и окрепшие молодые люди. Особое внимание в Бобруйске всегда уделяли спорту. В городе работают 10 специализированных спортивных школ. В данных учреждениях насчитывается порядка 30 отделений по видам спорта. Всего в этих учреждениях культивируется 22 вида спорта. Из них 21 включен в программу Олимпийских игр. Пловцов, гимнастов, гребцов, велогонщиков и боксеров взращивает Бобруйская спортивная школа Олимпийского резерва. Сейчас ведется на борт. Новоспеченным воспитанникам выдадут все необходимое – от шлема и перчаток до велосипеда и байдарки. Школа полностью обеспечена инвентарем. Не обязательно иметь плавать или ездить на велосипеде. Для того они сюда и приходят, чтобы мы их научили плавать, ездить на велосипеде или на лодке, на байдарке или гимнастикой заниматься. То есть особых навыков никаких не надо. Все здесь. У нас есть квалифицированные тренера, которые всему обучают. Особое место в жизни города занимает хоккей. Любители спорта на льду ждут в стенах Бавруской арены. Набор в ряды чемпионов ведут с шести лет. В сентябре также начнет работу секция по фигурному катанию. Набор на фигурное катание будет производиться с трех лет. Также мальчики и девочки. Будут минские тренера приедут, которые будут заниматься с ними. Желательно, да, конечно, чтобы они были с трех лет маленькие. Но никто не будет против, если там и в шесть, и в семь лет, и постарше дети будут приходить. Это уже будут тренера проводить отбор, смотреть на их физическое состояние, на их возможности. От основ азбуки и театрального искусства до программирования и спортивных танцев. В Центре дополнительного образования к выбору детей и родителей несколько десятков объединений по интересам. Можно найти объединение по интересам технического профиля. Это и картинг, это и трассовый моделизм, это и робототехника. И также использование современных технологий. Это 3D технологии, а также использование графический дизайн. Это с использованием планшетов. Последнее направление, так называемый диджитал арт или цифровой рисунок, пользуется особой популярностью. Объединение основы компьютерной анимации ведет свою деятельность лишь с февраля. Обучались ребята 12 лет и старше, но занятия так полюбились и детям, и взрослым, что теперь в группу берут школьников помладше с 8 лет. Ребята начнут со снов. Как только они прокачают свои навыки в обычном рисовании, пойдут в академический рисунок. Параллельно с этим они будут обучаться рисунку на графическом планшете, а в будущем возможно будут и заниматься анимацией, и создадут свой мультфильм. Расскажут и про основы комикса, раскадровка, ракурс, сценарий. В дальнейшем ребята смогут не только придумать, но и проиллюстрировать собственную историю. Обучают на базе двух самых популярных графических редакторов – фотошоп и крита. Еще одно молодое объединение «Экотворчество» начнет работу в сентябре. Юных творцов научат создавать поделки и картины из природных материалов и вторсырья. Это могут быть тубусы от туалетной бумаги, например. Это картон, гофрированный, разный. Это может быть шелуха от кукурузных початков. Рисуем, лепим. Правильная осанка, артистизм, уверенные, изящные движения. Искусство дефиле юных красавиц обучат в центре Росквит. Образцовые студии моделинга ведут набор девочек с 6 до 18 лет. Ну, конечно, внешние данные важны. Рост, в первую очередь, модельные черты внешности. Это утонченные, прежде всего. Волосы очень важную роль играют, чтобы длинные волосы. Они всегда украшают модель. Спортивное ориентирование, вокал, хореография, пожарно-спасательный спорт, декоративно-прикладное, парикмахерское и театральное искусство. В центре Росквит более 80 объединений по интересам. Также это школа раннего развития, где наши дети, малыши получают знания математики, грамматики, иностранного языка. В этом году у нас идет глина. Хорошо, это лепка из пластилина, лепка из соленого теста плюс глина. Педагог, он начал сначала работать с пластилином и понимает, что детей надо не только научить пластилину, вот этому материалу, но и показать наши традиции белорусские, где вот есть глина. И вот эту глину они начали применять. И детям это очень понравилось. Кружками и секциями богаты не только специальные учреждения. В стенах бобруйских школ работают более 250 объединений по интересам. Анастасия Шевцова, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.